Привет! Игромания на связи. Хотя нет, елка в кадре. Значит, теперь можно уже говорить новогодняя игромания на связи. Дабы не терять интригу, буду ее потихоньку наряжать день за днем, так что не пропускай. Новости постепенно заканчиваются, но это не обязательно плохо. Будет время обсудить самые важные темы уходящего года. И сегодня такой темой станет беспредел перекупщиков. Только на этот раз мы взглянем на него с несколько неожиданной стороны. Ну и ладно, новости сегодня тоже есть. Отмена ММО по Гарри Поттеру и как происходит подготовка к релизу стимдек. Короче, новости на старт. Нежный морж. Нежный морж, ты где? Внимание, вопрос. Почему ПК не может быть таким же миленьким, как PlayStation 5 и таким же мощненьким, как PlayStation 6? Ответ простой. На самом деле, очень даже может. Знакомься. Это игровой компьютер MPG Trident A от компании MSI. Объем корпуса всего 10 литров, но внутри у него процессор Intel 11-го поколения и полноценная видеокарта GeForce RTX 3060, да еще и с заводским разгоном. Чтобы все это не перегрелось, инженеры создали уникальную систему охлаждения, которая делит корпус на три независимые зоны. Так горячие компоненты лучше отводят тепло и не мешают работать другим модулем. Еще тут есть новейший Wi-Fi 6 и крутая система подсветки Mystic Light. Хоть компьютер и маленький, но это полноценный десктоп, который легко можно проапгрейдить. Можно сменить и процессор, и видеокарту, добавить оперативной памяти. Есть даже место для пары винчестеров и несколько слотов для твердотельных накопителей формата M.2. Переплачивать за компактность не придется. Модель с Intel Core i5 и терабайтным SSD обойдется в 125 тысяч, при том, что одна только видеокарта стоит больше половины этой суммы. Если заинтересовался, все подробности по ссылке в описании к этому видео. Перекупщиков все ненавидят, это факт. Но тебе никогда не было интересно, как выглядит эта проблема с другой стороны баррикад? Есть заблуждение, что купить сейчас что-то можно только с помощью ботов, которые автоматически оформляют заказы. На самом деле нет. Такие сложные системы встречаются реже, чем ты думаешь. Большинство заказов оформляют вручную с помощью скальпинг-сервисов. Это простые программы, которые отслеживают появление товара в магазине и присылают уведомления. Таких сервисов становится все больше и больше, причем стоимость подписки окупается уже после первой покупки. Поэтому многие пользователи таких штук на самом деле никакие не перекупщики, а самые обычные геймеры. Которые отчаялись купить что-то самостоятельно и решили перейти на темную сторону. Кстати, один из владельцев такого сервиса заявил, что не считает себя негодяем. Мол, мы делаем то же самое, что и все. Покупаем подешевле, продаем подороже. При этом консоли и видеокарты не являются товарами первой необходимости. Поэтому ничья совесть не страдает. Перевозчики берут за доставку магазины с торговой площади, а они за право купить без очереди. И это одна из причин, почему никаких мер против перекупов так и не приняли. Ведь, чтобы их остановить, придется принимать законы в духе СССР, где со спекулянтами действительно обходились очень строго. И ни к чему хорошему это не привело. Electronic Arts отменила онлайновую игру по Гарри Поттеру. Но не пугайся, это случилось не сейчас, а лет 20 тому назад. World of Warcraft тогда еще не вышло. Поэтому компании не пытались сделать его клон, а наоборот старались выдумать что-то оригинальное. Самой крутой фишкой проекта было то, что некоторые ачивки и награды были не виртуальными, а самыми настоящими. Их планировали рассылать игрокам по почте как сувениры. На момент начала разработки вышел лишь первый фильм о Гарри Поттере. И, похоже, начальство он не впечатлил. Оно не было уверено, что вселенная останется популярной, и решило свернуть проект. В общем, та же история, что и с GTA 3, которую Microsoft посчитала слишком сложной и отказалась делать своим эксклюзивом. Valve бросила все силы на подготовку релиза Steam Deck. Но, похоже, к моменту выхода решить все проблемы с поддержкой игр не получится. На первый взгляд ситуация неплохая. Из 100 самых популярных игр на прототиве будет работать 80%, а из 1075. Вот только распределение это неравномерное. Чем крупнее проект, тем больше с ним проблем. Поэтому, если взять первую десятку, то там 6 игр из 10 не запустятся вообще. И еще одна будет иметь проблемы с совместимостью. Так что же, пора кричать «Караул, все пропало?» На самом деле нет. Просто Valve поставила перед собой по-настоящему грандиозную задачу — свергнуть на ПК монополию Windows. И за несколько месяцев ее не решить. Но даже то, что уже сделано, тянет на главное достижение игровой индустрии 2021 года. Ну а в Steam идут выборы игры года. И кандидаты вполне себе приличные. Они сами знаете где, не будем тыкать пальцем. Выбирают из пяти проектов. Cyberpunk 2077, Resident Evil 8, Forza Horizon 5, симулятор выживания Valheim. Кстати, его продажи уже превысили 10 миллионов копий. И, наконец, онлайновая New World. Оценки игроков у нее не самые высокие. И все же это не мешает продажам. Сейчас они порядка 9 миллионов копий. А еще в Steam началась зимняя распродажа, где участвуют и эти игры, и множество других. И, кстати, вчерашняя утечка насчет халявы в магазине Epic Games подтвердилась. Так что сегодня ждем там ролевую игру вампир, завтра российскую Pathfinder Kingmaker, а затем фантастический Immersive Sim Prey. И еще несколько новостей. Появились подробности о продолжении Волка среди нас. Сценарий уже написан. Его действие развернется в зимнем Нью-Йорке спустя полгода после событий первой части. Выпускать новые эпизоды будут с перерывом всего в несколько недель. А еще игра сменила движок. Теперь студия использует Unreal Engine. Microsoft подтвердила, что эксклюзивность S.T.A.L.K.E.R. 2 для консолей будет очень недолгой. Всего три месяца. Впрочем, это никого не удивило. Первые утечки на этот счет появились еще весной. Ролевой экшен Weird West перенесли с 11 января на 31 марта следующего года. Бета-тестеры хорошо отзываются об игре. Однако тестирование выявило много моментов, которые нужно исправлять. Ну и наконец, если верить утечке, в январе подписчики PS Plus получат крутой кооперативный экшен Deep Rock Galactic, гоночный симулятор Dirt 5 и экшен Persona 5 Strikers. А в январской подборке Xbox Live Gold будет очень крутая пиксельная выживалка A Ground и яркий экшен-рогалик Neira Boider. А еще пара старых игр. Аркада Radiant Silver Gun 98 года и Space Invaders Infinity Gen. Ну а напоследок, по традиции, кино-четверг. Что смотрим? Вообще, честно говоря, у нас сейчас два фильма и оба идут в кинотеатрах. «Матрица» и «Человек-паук». И сегодня я попрошу тебя помочь сделать мне эту кинорекомендацию. Если ты уже видел один или сразу оба этих фильма, пожалуйста, напиши в комментариях свое личное мнение. Ну а мы все будем читать, дискутировать и, возможно, ловить для себя что-то новое, интересное, полезное. Самое главное, пожалуйста, без спойлеров. Все, пиши и увидимся уже завтра. Береги себя и свою психику и пока.